МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Калейдоскоп вкусов, ароматов и красок. Национальная грузинская кухня влюбляет в себя с первой ложки пряного супа, первого ломтика хачапури с тягучей сырной начинкой. Каждый рецепт – это что-то больше, чем просто сочетание продуктов. Эта смесь многовековой истории и традиций легенд, приправленная большим количеством специй. Неудивительно, что грузинская еда очень быстро стала любимой у многих советских людей. Привычные сегодня шашлык и хинкали в 50-е годы прошлого века считались праздничным угощением. Готовили их в основном по торжественным случаям. Непоследнюю роль в распространении национальной кухни в Советском Союзе сыграл тот факт, что лидеры государства были выходцами из тех мест, которые в феврале 1921 года стали называться Социалистическая Советская Республика Грузия. Какие блюда национальной кухни любили Иосиф Сталин и Лаврентий Берия? Как Грузия стала одной из самых богатых республик в стране? В чем уникальность грузинских прохладительных напитков? И как Советский Союз выиграл лимонадную войну? Первые десятилетия советской власти дали старт промышленному строительству в республике. Создаются предприятия почти по трем десяткам новых отраслей промышленности. Построено 250 километров стальных магистралей. На бурных горных реках начинаются возведения гидроэлектростанций. К 1939 году население республики составляло более 3,5 миллионов человек. Примерно 70% из них проживало в сельской местности. Аграрная отрасль тоже на подъеме. В 1930 году первым секретарем ЦК Компартии Грузии назначен Лаврентий Берия. До этого нарком внутренних дел республики. Этот пост он будет занимать до 1938 года. Период его правления был неоднозначным, как в принципе 30-е годы в Советском Союзе в целом. С одной стороны, репрессии под прикрытием внутриполитической борьбы. С другой, масштабное аграрное и промышленное строительство. Грузия – единственная республика с субтропическим климатом. Здесь выращивают тутовник, чай, табак, винограды цитрусовые. Все это должно стать доступным каждому советскому человеку. Жить стало лучшей товарищей, жить стало веселее. Подытожил в 1935 году на первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин. Совпадение это или нет, но с переездом в Москву-Берии на новый пост в НКВД СССР в столице открывается ресторан Арагви. Продукты на кухню заведения поставлялись непосредственно из республики, а шеф-поваром стал Лангенос Стажадзе. Подавали в Арагви традиционные грузинские блюда. Акцент делали на мясе, прежде всего шашлыках и купатах. Ну что ж, друзья, первое блюдо нашего сегодняшнего грузинского меню, которое мы приготовим с нашим поваром-технологом Людмилой Малковой – это купаты. В советские времена их готовили на мясокомбинатах, и существовало две разновидности купатов. Это купаты из свинины или из смеси свинины и говядины, ну и так называемые меритинские купаты. По сути своей, это острые мясные колбаски. В общем, с чего будем начинать? Изначально мы подготовим, конечно, во что мы будем начинку подготавливать. Их необходимо замочить в зависимости от того, какие мы используем, минут на 20-30. А если это сухие, искусственные сейчас продают, то их замачивают на 3 часа. После этого их хорошо необходимо будет промыть. Замачивать можно с уксусом. Кислые они станут более эластичными. В это время мы приготовим фарш, а я буду приготовить чеснок, зелень, для того, чтобы добавить в нас фарш. Чеснок мы мелко нарежем и в ступочке разотрем солью, чтобы чеснок отдал весь вкус и аромат. Ну, сначала прокрутим говядину. Звинину мы взяли пожирнее, поэтому сала мы не будем добавлять. Чеснок мы хорошо сдобрили солью. Можно еще чуть-чуть добавить, потому что у нас... И протираем в более-менее однородную массу. Да, до появления, скажем, легкого сока. Может быть, мы сюда же сразу и специи можем добавить? Я думаю, да, чтобы они отдали аромат. Для начинки фарша нашего понадобится зелень. Здесь очень важно аккуратно нанизать именно кишку. Ну, а я пока займусь приготовлением фарша. Вот мы его измельчили. Добавляем сюда подготовленную массу из чеснока и специй. Добавляем зелень шинкованную. Для того, чтобы получалось мясо сочным, рекомендую добавить небольшое количество сахара. Прям меньше чайной ложечки. Оно более сочное получится. Количество воды нужно будет смотреть по фаршу. Вот примерно я сейчас добавлю полстакана. Перемешаю, а там посмотрим. После того, как перемешали фарш, мы всегда мясо отбиваем. Оно будет более эластичным, нежным. Все, фарш готов. И мы приступим к приготовлению колбасок. Колбаски наши сформированы. Колбаски, да. И рекомендуем их оставить для маринования в холодном месте хотя бы на 2-3 часа. Мы выдержали процесс маринования. Ну и есть такие рекомендации для того, чтобы купаты получились более сочные. Их необходимо проколоть, причем активно в нескольких местах. И потом отварить и обжарить на гриле. Вода у нас, по-моему, закипела. И мы начинаем варить. Теперь мы подготавливаем гриль в сковороду. Для этого мы наливаем сюда масло растительное. Для того, чтобы было удобнее обжаривать на гриле, мы распорционировали наши колбаски. И для того, чтобы они получились румяные и золотистые, можно смазать их томатной пастой. Наши купаты готовы. И начинаем оформлять. Я вот предлагаю, выкладываем их на тарелочки. Ну что ж, друзья, наши грузинские купаты готовы. Это отличное блюдо как для домашнего семейного ужина, так и для трапезы где-нибудь на пикнике. И не забывайте, конечно же, про грузинские соусы. В хемале, например, который можно подать. Рецепт купат. Замочите оболочку для купат в холодной воде на 20 минут. Затем промойте. Измельчите говядину и свинину с помощью мясорубки. Нарежьте чеснок и разотрите солью до появления сока. Добавьте измельченную зелень. Добавьте в фарш чеснок зелень, специи и немного воды. Отбейте массу. Заполните оболочку для купат фаршем и сформируйте колбаски. Оставьте купаты в холодном месте на 3 часа. Сделайте на изделиях несколько проколов. Затем варите 5-7 минут. Смажьте купаты томатной пастой и обжарьте. Подавайте соусом кемале, зеленым луком и свежими овощами. Нравится вкусно по ГОСТу? Ставьте лайк и переходите в наши соцсети. Там вас ждут сотни рецептов, проверенных временем. Подписывайтесь и радуйте своих близких вкусными блюдами. Ссылки в описании. Настоящей библией для советских кулинаров и домашних хозяек стала изданная в 1939 году книга о вкусной и здоровой пище. В нее входили и рецепты национальных блюд. Вводная статья к изданию «Нарком пищевой промышленности» Анастас Микоян отмечал. В выборе ассортимента есть две линии. Консервативная приспособляемость к тому, что есть, к привычным вкусам и навыкам. Либо революционная настойчивость по внедрению новых сортов, воспитанию новых вкусов. Через год в 1940-м НИИ торговли и общественного питания Наркомторга СССР решает внедрить национальные кавказские блюда в меню ресторанов и кафе. И выпускает сборник 100 лучших рецептов грузинской кухни. В представлении большинства жителей Советского Союза Грузия была райским уголком. Там круглый год тепло, гостей встречают песнями, почуют вином и кормят разными яствами. Первое знакомство с национальной грузинской кухней происходило у советского человека, как правило, на отдыхе. Первый бальнеологический санаторий в Грузии начали возводить еще в Гражданскую в 1920-м. Но самое активное строительство пришлось на 30-е и послевоенные 50-е годы. Так, побывавший на отдыхе в Цхалтуба Сталин отдал распоряжение об основании здесь курорта. Есть даже легенда, что Иосиф Виссарионович настаивал на том, чтобы у каждого наркомата в Цхалтуба был свой ведомственный санаторий. Еще одна жемчужина Грузии – город Баржоми. В местных санаториях, помимо комплекса оздоровительных процедур, гостям предлагали широкий выбор диетических блюд. Особой популярностью пользовались суп чехертма – здоровье, оладьи аппетитные, рыба по-баржомски и тыква, сушеная с рисом. Разнообразие вкусов и сочетание продуктов грузинской кухни впечатляли советских женщин настолько, что некоторые за время отпуска успевали записать рецепты блюд, которые им пришлись по вкусу. Одним из первых всенародную любовь обрел обжигающий пряный суп харчо. Итак, друзья, сейчас мы с вами окунемся в приятные гастрономические воспоминания и приготовим суп, который в советские времена по своей популярности мог конкурировать с борщом, щами или, скажем, рассольником. Пришло оно к нам, это блюдо, и из грузинской кухни – это суп харчо. По сути своей, это рисово-томатный суп на мясном бульоне с добавлением чеснока, зелени и определенным набором специй. Естественно, наш вариант харчо – это, своего рода, такой упрощенный вариант, но, тем не менее, не менее вкусный. Вот сейчас мы его и приготовим. Приступим к приготовлению? Давайте. Говядину рекомендую нарезать кубиками. Говядину мы закладываем в горячую подсоленную воду и будем варить до готовности. Так, мы ее большими кусками, крупными режем? Крупными, да. Вода у нас закипела, мы ее подсолим и мы отправляем свое мясо. И варим в течение часа, начальное время, ну и периодически будем снимать выделившуюся пенку. Мы приготовим заправку. Для этого нам понадобится лук репчатый, мы его нарежем кубиком. Спассируем, добавим туда помидоры. Помидоры мы предварительно бланшируем, чтобы удалить кожицу. Ну и подготовим рис. Рис нам необходимо обязательно, мы перебрали его, мы его еще помоем. Потом уже будем добавлять по мере приготовления. Рис обязательно промываем до светлой воды, и это будет примерно 3-4 раза. Ну и из бланшированного помидора мы снимаем кожицу. Бульон у нас закипел. Теперь мы сняли пеночку и нагрев уменьшили. Ну а сейчас можно в это время пассеровать лучок. Помидоры мы не очень мельчим, потому что в процессе тушения они должны все равно немножечко сохранить форму. И видно было, что помидоры присутствуют в супе. Лук мы пассеруем до полупрозрачного состояния. Добавляем в лук томат. Вместе пассеруем еще 3-5 минут. Можно уже сейчас добавить помидоры. Прогреваем еще минуты 3-4 и добавим кемали в соус. И наша заправка для супа практически будет готова. Соусом кемали прогреваем 2 минуты, не больше. И готовую нашу заправку мы перекладываем. Мясо наше готово. Мы закладываем рис. И время варки нашего риса составит примерно 15 минут. Рис у нас уже готов, и поэтому мы сейчас будем доводить суп до готовности. Используем наши подготовленные овощи. Да, аромат очень шикарный. Так, ну а я пока подготовлю орех. Орех мы предварительно не обжаривали. Теперь мы добавляем все специи. И в почти готовый наш суп орех и чеснок. И сразу суп убираем без кипения на краю кипы. Минут 5-10. Итак, наш суп готов. И мы будем отпускать наш замечательный суп. Уже не терпится попробовать. Ну что ж, друзья, один из самых любимых супов из кавказской национальной кухни, именно грузинской харчо, который был очень распространен на территории всего Советского Союза и не менее любим, у нас получился. Вспоминайте или записывайте рецепт, который мы вам показали. Да, он не идентичен, но тем не менее это блюдо очень даже вкусное. Приятного аппетита! Рецепт харчо с грецкими орехами. Нарежьте говядину, поместите в горячую подсоленную воду и варите 1 час, снимая пену. Измельчите лук и обжарьте до полупрозрачного состояния. Добавьте томатную пасту, жарьте еще 3-5 минут. Добавьте к луку мякоть помидора и прогрейте 2-3 минуты. Затем добавьте соус кемали. Поместите в бульон промытый рис. Варите 15 минут. Добавьте в суп заправку, специи, измельченные грецкие орехи и чеснок. Подавайте харчо с зеленью. 50-е годы прошлого века – период автоматизации общепита. Автоматы по продаже пирожков и газ воды появляются повсюду. Утолить жажду газированной водой можно было всего за 1 копейку, если без сиропа, или за 3 копейки уже с ним. Сиропы можно было выбирать – лимонный, грушевый, яблочный или вишневый. Качество эссенции контролировал Митрофан Лагидзе, известный грузинский изобретатель напитков из натуральных сиропов, главный консультант Треста, глав фрукт «Вода» при Министерстве пищевой промышленности СССР. На эту должность Иосиф Сталин назначил Лагидзе в 1952 году после победы в так называемой «лимонадной войне». Генсек слыл большим любителям грузинских прохладительных напитков и часто угощал имя членов Политбюро и глав государств. В 1952 году президент США Гарри Трумэн прислал в подарок советскому лидеру тысячи бутылок Кока-Колы. В ответ на это Сталин срочно вызвал из Тбилиси Митрофана Лагидзе. Новый продукт под названием «лимонад» произвел в Америке настоящий фурор. Вот теперь все чаще звучат тезисы об интернационализме и многонациональной общности. Массовыми тиражами издаются рецептурные книги традиционных кухонь союзных и автономных республик, блюда узбекской кухни, а также армянской, молдавской, татарской и других. Десятки национальных блюд, которые были недоступны из-за исходных продуктов и специй, адаптируются под современные реалии. Проводником в мир настоящей грузинской кухни для предприятий общественного питания и советских хозяек становится книга Тамары Сулаквелидзе «Грузинская кухня», изданная в 1959 году. Стала проводником именно для домохозяек. Это не классическая книга для поваров. Здесь рецепты были такие более адаптированные именно для домашних условий. Плюс были различные вариации различных блюд. Тех же, условно говоря, суп-харчо было порядка 11 вариаций в этой книге. То есть каждая домохозяйка могла взять то сырье, те ингредиенты, которые, скажем так, есть на рынке или в магазинах того или иного города, и адаптировать этот рецепт под грузинскую кухню. После этой книги грузинской кухни появились книги о армянской кухне, появились книги о татарской кухне. То есть она послужила таким отправной точкой для развития данного направления. Открывшийся в Тбилиси в 1970-х ресторан «Мтквари» прогремел на весь Союз своим рыбным меню. Традиционно рыбу в Грузии употребляют мало, тем более шумным был успех. Местных поваров пригласили поучаствовать в конкурсе на то, чтобы кормить участников предстоящей Московской Олимпиады. Грузинские кулинары представили 105 различных рыбных блюд, в том числе фирменную уху мтквари, сациви рыбная по тбилиски и форель, жареную по-грузински. После такой презентации молодого директора заведения Гамлета Хурцидзе пригласили в Москву на период проведения игр в качестве капитана грузинской команды поваров, кондитеров, метродотелей и официантов. На гостей Олимпиады 80 грузинская кухня произвела огромное впечатление. Конечно же, прежде всего, все-таки разнообразием традиционных мясных блюд. В Советском Союзе братская общность народов распространяла среди жителей еще и определенные кулинарные традиции разных народностей. Особенно нашим гражданам полюбилась грузинская кухня, и в частности такая ее жемчужина, как хинкали. К слову сказать, даже в разных областях и регионах Грузии сами хинкали готовятся по-разному. И это касается как начинки, так и, собственно говоря, определенных нюансов. Итак, с чего будем начинать? Да, хинкали тоже готовили по сборникам рецептур национальных кухонь. Порадовать своих потребителей. Начнем с приготовления теста, потому что это более длительный процесс. Для приготовления теста у нас используют холодную, лучше брать кипяченую воду, тогда тесто получается более мягким. Берем 250 граммов воды. Добавляем соль. Тут особенность, да, что в тесто не используют яйцо. Растворяем соль. Ну и муку, как всегда, мы предварительно просеиваем для удаления различных механических примесей, насыщения воздухом. Количество муки вот у нас 500 граммов используем, но оно может быть всегда индивидуально в зависимости от вида и сорта муки. Тесто у нас получается довольно-таки очень крутое. Пусть это не смущает вас, оно действительно должно быть таким. Когда оно полежит 20-30 минут, оно станет эластичным, нежным и очень вкусным. Вот мы замесили такое густое довольно-таки тесто. Ну и на наше количество воды 250 граммов у нас ушло муки всего граммов 300, не больше. То есть вот зависит от свойств. Тесто мы накрываем и отправляем в холодильник на 20-30 минут для созревания. Ну а сейчас мы, пока наше тесто готовится, будем готовить фарш. Точно так же? Мясо, да, вы приготовите, а я начинку, чтобы соединить все вместе. Для начинки мы используем лук, мелко режем. Ну фарш также можно либо крутить на крупной мясорубке, либо рубить. Мы нарезали все наши ингредиенты, добавляем специи, это хмелицу Нелли, перец, перец красный и тмин. Ну и добавляем соль. Перемешиваем наш фарш. И еще добавим водичку для сочности. Ну и мы приступаем к приготовлению хинкали. Сначала накатываем небольшой такой бутик. Порционируем. Мы это делаем условно. В предприятии, конечно, всегда это делалось по весу. Ну и раскатываем из них, я так понимаю, лепешечку? Да. Тоненькую, тоненькую. Ну и приступаем к приготовлению самих полуфабрикатов. Ну тут должно быть определенное количество складок еще, да? В Грузии говорят, что у хорошей хозяйки их должно быть не меньше 18, ближе к самому хвостику хинкали. Посмотрим, сколько получится у нас. Ну и начинаем защипывать края, как бы собирая наживульку. 18 точно получается. Кончики будем подрезать? Да. Вода закипела. Мы добавляем туда соль и лавровый лист. Но здесь есть ряд особенностей. Значит, когда закладывают хинкали, мы раскручиваем воду, и как бы образуясь воронка, чтобы закладывали, да, и они не слепались между собой. Хинкали мы будем варить при открытой крышке, чтобы видеть процесс, 7-10 минут. Если они будут замороженные, то время, соответственно, увеличивается почти вдвое. Ну, наши хинкали готовы. Мы теперь их достаем. Ну и обязательно посыпают измельченным черным перцем для аромата. Ну что ж, дорогие друзья, жемчужина грузинской кухни хинкали у нас получились. Экспериментируйте с начинками, следите за рецептами из нашей программы, и пускай ваш стол всегда будет таким богатым и щедрым, как вся грузинская кухня. Рецепт хинкали. Соедините воду, соль, просеянную муку и замесите тесто. Оставьте на 20-30 минут. Для фарша измельчите говядину и свинину с помощью мясорубки. Добавьте измельченный лук, специи и перемешайте. Добавьте в фарш немного воды и отбейте массу. Раскатайте тесто и нарежьте на бруски, затем сделайте лепешки. В середину выложите начинку и сформируйте хинкали. Добавьте в кипящую воду лавровый лист, соли поместите в кастрюлю хинкали. Варите 7-10 минут. Возьму себе бутылочку боржоми, вина не пью и закажу шашлык, харчо, сациви, пхали, бажи, гоми. Отказывать себе я не привык. Стихи принадлежат нашему современнику, известному российскому шеф-повару Феликсу Ручаевскому. Грузинская кухня и его специализация. Многочисленные тонкости приготовления традиционных блюд сегодня, увы, не знакомы большинству россиян. Но если вы хотите окунуться в атмосферу национальной грузинской кухни, почитайте стихи Ручаевского и попробуйте приготовить что-нибудь упомянутое в них по советским рецептам. И вы убедитесь, что раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин